Вантовый мост в Красноярске закроют не в следующий понедельник, как сообщалось ранее, а через полторы недели. Об этом сегодня сообщили в администрации города. Почему в самое жаркое время любимое место красноярца будет недоступно для прогулок? Елена Лешевец выслушала точку зрения власти и тех, кто не представляет себе жизни без этой пешеходной артерии. Мост был построен в 1986 году. Изначально ему было присвоено имя основателя Красноярска Андрея Дубенского. Затем мост переименовали в Виноградовский по фамилии архитектора-строителя, но в народе его называют Вантовым. Это единственная пешеходная артерия от мегаполиса до живой природы. Сегодня в будний день только за один час здесь прошло, проехало на руликах или велосипедах 323 человека. На выходных эта цифра вырастает в несколько раз. Новость о закрытии горожане воспринимают далеко не позитивно. Просто отрицательно, потому что лет у нас короткое. Это в первую очередь. И отдыхать практически негде. Очень негативно к этому отношусь, потому что мне удобно ездить через него. Теперь, не знаю, придется искать другое место, наверное, какое-то, или ездить вокруг. Как люди будут отдыхать. В выходные дни тут очень много людей отдыхающих. Как бы здесь закрыт этот отдых на месяц, летом. Это вообще не серьезно. На целый месяц. Да, проблема, конечно, будет. С детьми особенно. Взрослые, ладно, могут переездить, до Октябрьска доехать. А с детьми тут много ходят. Мост полностью обновят. Особенно гордятся городские власти новой современной подсветкой. Динамической. Это значит, в разное время суток мост будет освещен по-разному. Но все-таки, почему же самый жаркий месяц короткого сибирского лета выбран для ремонта? Все виды работ строительных, все виды работ ремонтных нужно выполнять, безусловно, в благоприятный период. Когда высокие положительные температуры, когда мастичные материалы быстро, активно просыхают. На время ремонта альтернатива будет только с Октябрьского моста туда. И все жители города, и предприниматели должны понимать, что все, что делается, делается только на благо всей городской инфраструктуры. Средства на ремонт. 56 миллионов рублей выделяет частный инвестор. В конце июля мост снова откроется для пешеходов. Но если не подведет погода, дожди и сильный ветер способны серьезно сдвинуть сроки. Елена Лешевец, Сергей Подлевский, Вести Красноярск.